здравствуйте друзья вы на канале уютные чаепития с вами я ирина резвая такое доброе утро наверное был дождь со снегом но бочки полные сейчас посмотрела только-только я вышла на улицу это еще коля мне отсюда уже водичку приносил вот я вам показываю рыбку проверили тонкие сегодня судака не было ой как жаль друзьям и вчера его вечером пожарили а я не снимала уже быстро-быстро все пожарили сделали ужин прекрасный был ужин картошка грибы судак еще остался ваша рыба очень мало ест рыбка такая вкусная но он такой не рыбоед это уж не мы с колей вот камбалой займусь сама скорее всего сейчас прокалила чугунную сковороду с солью потому что очень давно на ней не готовила нам я нам это было но не готовила давно чтобы блинчики отскакивали хочу сделать блинов не знаю как получится конечно должно получиться почему бы нет меня напор газа просто очень маленький а печку сейчас я топить не хочу вот слышите уже стук уже работают уже пораньше сходили проверили донки несли рыбы я их накормила завтраком ох как сыра ох как поливает вернее поливала сейчас на россии работать надо никогда не денешься лучше бы конечно был легкий морозец а не сырость идем леса переставляют на эту сторону леса в галошах на было деться эти часа погибни вот павел александрович ваш привет они уже леса начали колотить ой 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 как же вы будете работать так такую погоду то а у вас где дождевики колька дождевик ведь это был может оденете хоть дождевики выше вымокнете сейчас все да уж так вот и мужики на стройках работают да в кассе дождение дождя нет да только в моей кассе не платят ливень просто ливень такой ливень уходите не работаете ничего страшного если сильно будет поливать не надо мукнуть говорят да мужчин жалеть нельзя как все равно мукнуть-то строить надо ничего делать если бы коля бы не работал бы занимался бы одним бы строительством он работает потом какие-то на выходные одному не как какие-нибудь накладки разные всякие так ну что у меня дождь если не будет после обеда то до васильная схожу и заказ видите ветер был очень сильный настолько был сильный ветер что серьезно говорю вообще стоечки стоят мы рассказываю вот эти две стоечки этому с кирюшки тут наверно кривовато ее воткнули а там с колей стоят они посмотрим глубоко воткнуты кустики мои вон видите строят леса чтобы закрывать эту сторону там огромное это окно которое привезли я говорю хотя бы пока паша здесь вот это окно поднять ставить что мы хотим 12 октября конечно какая тут будет погода был бы легкий морозить да прогибаться будем ходить конечно да сгремитесь костями мы тут за тебя отвечаем не дай бог волос упадет ну что пошла я тесто растворять блины вот такой дождь вот видите вот раз и все и прошел перчатки то хоть взяли взяли если будет сырые там куча сухих перчаток вот им пофиг все вот как вот вот как с ними разговаривать руками развела и все на грядке снежок не растаял но вообще я вам скажу что не холодно ветер даже есть но вот не холодно я стою в тонких штанах в этих теплых галошах куртки на футболку не не холодно вода есть воды конечно много вчера коля с пашей в банку сходили вечером потом я сходила быстренько так ополоснулась сильно то мне париться нельзя чисто так намыться думала все воды не будет не воды много да и река вон рядом просто что не охота мужиков гонять на реку там еще был бы такой знаете хороший такой причальчик знаете чтобы это удобно за водичкой ходить я бы и сама бы туда ходила но на меня муж и не не отправит до кулюшка рассказывает у меня хороший на реку ты меня всякой не отправишь за водой воды смотри вон сколько я говорю если кончится до воды много вот сейчас эту воду пока идет дождь может не воды слушай-ка я наверно воды в баню наношу пока есть дождь а ну хорошо пойдемте посмотрим что у нас там в бане как паша вчера нам сделала тут дверцы вот здесь тоже надо тоже весить этот желоб для воды прекрасного он посмотрите сделал двери теперь открываются закрываются отлично молодец спасибо ему зеркало еще не повесили красно ну-ка головы вот это у нас да только вот сюда наносить водичку сюда да вчера что-то мало коля приносил воду думал что же не придет ажи не витой что-то я не хочу в баню только с города ведь не пойду я в баню так сейчас друзья мои я буду вылью здравствуйте друзья этого поздороваться с вами сейчас дома увидимся он все очки все в дожде сейчас водичку солью ой полная горячей воды уходит вообще мало потому что она разогревается здесь кипяток прямо сегодня будем снова топить все и воды не надо таскать и что он как хорошо а вот это полно друзья вот это вон да я думаю чего это поле чего значит наносил ну ладно отлично все все это моя работа банная моя закончилась только что потом баню затопить как хорошо теперь банка открывается закрывается если тоже знаете все может сделать но эти купили все руки не доходят помощником то она лучше я переверну этот вода набирается так сейчас вам покажу окно то там свету нет не вам не показать огромное вообще темно пойдем 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 приготовила сейчас я буду печь но знаете чего я подумала что мне надо принести дров и затопить печку потому что мужчины будут обедать и надо будет пока хотим сушиться увидите опять конфет целая ваза целая ваза вкусные вот эти коровки посмотрите без пяти девять хочу я за этим за дровами пойду потому что как хорошо целая куча их тут что это новая стираную стиранные перчаточки пошла я за дровами схожу затоплю нет не затоплю быстренько напеку потому затоплю там жарко стоять вообще а на печке тоже печь друзья мне как-то не там неудобно можно конечно попробовать так все я за дровами можно конечно попробовать и на печке затоплю а сушить сушиться так ну чё надо начинать наверно после шапки конечно голова начинать разбираться с этими вид у меня такой друзья мои домашний короче какой есть такой есть все друзья мои я начала печь коля с пашей пришли холл не холодно дождь очень сильный и сейчас пока я пику паша пока розеточки сделает видите он как приспосабливаю здесь у меня даже нету такой губки специальной чтобы нет губки то есть только они немножко другие обычно губкой смазываю хоть и добавляю в тесто всегда растительное масло но сковородку чугунную видите я прокалила этой сковороде уже я не знаю уже сколько лет у меня еще дома одна такая есть сковорода хорошая тяжелая нет у меня держал сейчас посмотрите как я тут с этой сковородочкой прикалываюсь блинчики получились получаются вкусные вам видите беру пассатижи надо держалку приобрести вот так вот делаю в общем у нас народ приспособиться ко всему и замесила прекрасно вот это вот вот этим венчиком замесила все отлично дома я венчиком не пользуюсь у меня еще есть пластмассовый венчик я как-то все привыкла железными и ничего вроде пекутся нормально все так что сейчас паша сделает розеточку свет придется отключить мне это здесь светло будет от окна дождь идет друзья дождь идет а коля говорит нельзя дом оставлять на зиму в таком виде надо чтобы эти стены все вымерзли за зиму лишняя это влага до коль так вот о чем мы хотим конечно дотянули в общем-то да не по своей вине не поле не сами знаете что каждые выходные ездили нормальные блинчики даже переворачиваются я конечно люблю железной лопаткой переворачивать но у меня нет ее я куплю железную лопатку наборчик какой-нибудь куплю вот так вот блинчики вкусненькие есть джем смородиновый тесто какое хорошее получилось это я сквасила то молоко у которого вышел срок она нормальная хорошая у я раньше помню у нас магазине молоко срок выходит возврат не сделаешь девчонки все берем и ценим да и все берем бывает неделю пройдет 42 недели в холодильнике стоит сквасишь блинов напечешь всегда так было я даже помню пришла в гарант там заведующая мы с ней общаемся молока не надо старого на блины мы горит все уже тут упеклись этими блинами возврата не берут мол комбинат может быть где-то какая-то договоренность есть давайте тоже пекла чё кулюшка будет розетки доменять розетки меняем потому что куля почему меняем розетки потому что они старые старого образца и евро вилки не лезут а да да евро вилки не лезут думаю что такое почему хотим менять мы же купили этот сетевой фильтр нужен чтобы не было перепадов на телевизор чего-чего что паш так я пеку она сейчас знаешь как я же пеку блины я готовлю печку не переживай паша паше говорим он же у нас на втором этаже там живет не холодно нет не холодно там два обогревателя не включили мне не холодная вы иди здесь ничего теперь делать так все равно будем как то это нет я давно второго тоже чисто спать на нашу так что друзья сейчас я отключусь блинчики сейчас здесь ваша поставить дополнительную вот такую вот розеточку здесь просто заменим да а это куда денем как-то мусорку и сжечь и вам бы все сжечь все бы сжечь чтобы в мусорку им до николя каких условиях я смотрите фонарик у меня здесь покажу а тебя какой на плоскую да ты чё тоже отдал не забрал ты да у него скоро отпуск он приедет смотрите как какие у нас интересные условия жизни до ваших так ты чё хотел мне чайник нужен зачем как ты его как скипятишься он горячий кипятить собрался да а чё без света то тогда коля взял у меня все отключил света приколист нагрите лампочку твой кофе вот здесь я просто убрала потому что думала там буду сейчас рыбу чистить ничего он посмотрите нормально отстает блинчики нормалды красота на даче даже вкус блинов другой пока коля ищет розеточку я хоть при свете дня тут напеку блинчиков по эту отверточку отверточку у нас все крестовые он отдал колета нашему электрику которую на свет проводил отвертку и коля ее унес себе зачем-то вот и так всегда это знаете этот карманная болезнь раз карман сунул забыл это у всех строителей такой бывает или там еще у кого-нибудь не только у строителей паша блинов хочешь или попозже не завтраком накормила яйца сделала с этим с колбаской что они пока есть не хотят до что идет зараза все оставили без света коля решил рыбку почистить пока паша делает розетка коля решил облегчить мне жизнь в очередной докачу ему все равно ничего пока делать где-то есть сумка с проводами наверно в гараже коля у меня пошел к женьке американцы за отверткой и нету и нету нету и нету пришел наверно это через америку американцу ходил до 5 может быть ничего говорит паша настоящий мужик за пять минут соседями ходят все понятно вот так вот на даче такая жизнь до американцу там скучно пока она говорится пока то да сё такая жизнь неспешная где-то тоже в какой-то стране а я наверно когда с карли читала там тоже так же люди описывались в общем описание людей шло что придут посмотреть как работают соседи поговорить может чаю попить вот такая вот жизнь никуда не надо торопиться как я приспособилась еще была бы вторая бы сковородочка так вообще было бы замечательно я уже на тебя жалуюсь что ты в америку ходил блинчики коля блинчики то вкусняши можно взять будут да она моется легко конечно ничего приноровилась мне кажется друзья кто пережил эту перестройку эти девяностые как сидели без света без дров без отопления ну конечно кому как повезло у кого какая была семья мне кажется кто это пережил тот переживет все ко всему приспособиться и блины на воде без яиц только соль ко всему приспосабливаемся ой немножко не подождала надо бы все равно конечно периодически смазывать края потому что вот этой не подцепишь конечно это не для того чтобы блины печь говорить на железную но у меня в тесте так масло много спешить не буду переворачивать кстати же у меня забирают так а нету больше еще а тебе для чего они а у меня ее и не было здесь все время пассатижами у меня и дома пока мне коля не купил две сковородки блинные почему коля потому что у меня все они доходили ноги это работала то мне лень то еще чего-нибудь и все время магазина он поехал докупил появились хоть нормальные длинные сковородки а так все у меня дома пассатижи такие все полностью металлические я их никому не отдаю коля горит их на выкинуть огни не не пригодятся вот на их кстати сюда и привести но у меня там дома есть по моему для сковородки держалка вот так вот если тебе нужны пассатижи я могу печь блины прекратить и тебе отдать паша нужны хорошо ладно договорились вот так вот и живем заметьте друзья я масло больше не добавляю где-то может у меня подорвется но ничего вот так с такими фонариками фонарик сниму темно вот видите так-то конечно светло но все равно ну здравствуйте приехали Коля мне так хорошо его наладил этот фонарик много теста сделала но я его все израсходую пусть будет много вот так вот вот так вот да что такое то все будет много блинчиков было бы чем бы начинить я бы их еще бы сейчас бы и начинила бы чем-нибудь мне Коля говорит ты возьми и здесь делай пельмени я говорю конечно я давай еще здесь пельмени буду делать все соседние участки видны потом друзья вам покажу потому что все листья облетели с деревьев такая видимость хорошая потом сходим на мансардный этаж и вам покажу тоже речку издалека летом то не так давай 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 надо вот дождаться такого момента да когда уже весь блинчик схватится по краям чтобы схватился все равно симпатичные получается согласитесь ну все блинчиков я напекла у меня еще тесто полтазика осталось тесто много развела блинчиков много так ну чего розетка уже одна поставлена вот эту вторую не стали убирать так как здесь выключатель мы новую не купили другую поставили да другую а другой выключатель с розеткой вон там паша делает вот хорошо когда мужики с руками я с электричеством дружу ты когда это у меня так можешь все рыбки почистил целое целый пакет да когда донки поедете проверять теперь не знаю вечером может быть вечером да если ничего не будет на донке сниму их нафиг что зря они не стоят ну комбалута ведь ты на донке ну да ну тебе же щука нужно не знаю все я пошла к Васильне Коля надел на меня рюкзак как говорит тяжело тебе будет идти с камерой ну с телефоном со штативом и пакет нести потому что пакет тяжеловатый а там какие-то стройматериалы так потом он отвезет вот смотрите листы теперь нет все дачные участки как на ладони тепло так стало хорошо может наладится хоть немножко до погода сейчас пойду отнесу а приду тоже делами займусь какими-нибудь дела найдутся все ходят у меня Коля то не то чтобы все ходят а расстраиваются что погода делать не дает а сейчас он смотрите-ка солнышко все там прояснило хорошо сейчас пойду спрошу про цветы меня спрашивали в комментариях однолетние георгины что ли сейчас приду короче все уточню вон посмотрите как хорошо на дачах то и где еще люди есть так пришли пришли голубей Михалыч тут все голубей кормит так идем несем вот уже полная бочка воды полная бочка воды ой 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 ну-ка дайте-ка пройти друзья у меня вам ничего нету вот правда ой 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 так все друзья я иду домой спросила я у Светланы Васильевны про однолетние георгины они цветут только ну вернее растут только лето и на зиму они выкапываются больше нам ничего не сказала все выкапываются и выкидываются они только на один сезон вот а другие георгины она выкапывает и хранит говорит как картошку ну на следующий год наверное высаживает как-то так у нее все это происходит долго я у нее выспрашивать не стала у них там приехал вернее ждут они холодильщика должен компрессор привезти все готовят холодильники тут тягают в общем я отдала заказы и все и пошла говорю ладно не буду они тут садись чаю чаю нет не буду посмотрите-ка пусто все пусто тишина какая где-то вот в этих домиках я видела вчера народ а на выходные все равно приедут тут же еще те кто рыбачат люди не просто дачники а рыбаки мужья сыновья поэтому приедут вот здесь вот получше дорога это что все мужчины работают работают пока погода позволяет вот вот смотрите понятия на глазки да ни чаю не страшен ни дождь ни снег вот пожалуйста какие цветочки живучие так пойдем глянем пойдем глянем уже лиса поставили о они уже пароизоляцию натягивают лента для склеивания стыков не видела я такого не видела я такого что такое тут блестящее а это это склеивать да я уже прочитала она что друг на дружку приклеивается а вот она отдирается она отдирается вот она отдирается и склеивается я и не пела а откуда же мне знать смотрите солнышко такое светит яркое сейчас Паша пойдет стыки пропенивать с это сделано что ты не в в она она А я еще смотрю, думаю, протиснется или нет? Пролезет или нет? Пролез. Еще бы я не пролез. Так, еще один. Мне кажется, я бы не пролезла бы. Коля обрезает вторую пену. Наконец-то начали снова делать, друзья. Прям я смотрю на этот дом и думаю, как будто бы он нам говорит, этот дом предателей. Что же вы забыли-то меня? Я же жду. Коля говорит, нет, он наоборот стоит, радуется, что уже под крышей такой. Такие тоже мы. Странные личности мы, очень странные. Все, сделаем розеточку. Правда, говорит, там уже были такие выгоревшие. Все заменил, немножко там подтянул проводки сюда. Вся проводка, конечно, под этим, под обивкой. Но это, наверное, не вагонка, может, это вагонка или как это называется. Я другую просто вагонку видела. Может, это другой вид. Не знаю, друзья. Субтитры делал DimaTorzok